Дорогие друзья, сегодня у нас понедельник, 21 июня и давайте с вами посмотрим на графики еврофунта, поговорим о перспективах движения. Видим, что европейская валюта все-таки продолжила свое падение против доллара США, как не пытались быки в пятницу в первую половину дня зацепиться за дивергенцию, зацепиться в принципе за хорошие уровни. Но ничего из этого не вышло, американская сессия продолжилась под флагом продаж, данные, которые у нас выходили по еврозоне по индексу цен производителей Германии, сумели еще оказать какую-то поддержку евро, но уже затем отсутствие важной фундаментальной статистики, да и в целом, даже если бы она была неважной, какая бы она выходила, я думаю, что давление на европейскую валюту продолжилось бы и дальше. И сегодня, я думаю, что мы подберемся к очередным локальным минимумам. Поэтому, что касается технической картины, то лучше всего опираться на первый уровень поддержки 18.39, сейчас к нему видим подбирать европейскую валюту. Лишь формирование отложенного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций против нисходящего тренда и в расчете на восстановление к уровню 18.80. На него покупатели сделают особый акцент, прорыв закрепления выше этого диапазона, видим сюда и средние скользящие, подтягивается прорыв закреплением выше, и тест в уровне сверху вниз будет сигналом на открытие длинных позиций и на восстановление евро уже в диапазон 19.23 и 19.61, это ближайшие цели. От этих уровней также можно открывать короткие позиции при первом тесте сразу наскок с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня. Если никакой активности быки не проявят в районе 18.39, то в таком случае покупки рекомендую отложить до теста уровня 18.05 и 17.69. Учитывая то, что мы находимся в нисходящем тренде, то в случае восходящей коррекции формирования ложного пробоя на 18.80 хороший сигнал на продажу, либо закрепление ниже 18.39, тест от уровня снизу вверх и продаем с цели 18.05 и 17.69. Обратите внимание на дивергенцию, которая формируется у нас на индикаторе МакТи, продолжает формироваться. Поэтому в начале недели с продажами у новых локальных минимумов будьте достаточно осторожны, потому что все-таки могут затянуть вложенный пробой у самых минимумов и начнется восходящая коррекция. Поэтому лучше дождаться, пока индикатор МакТи вернется к нулевой отметке и уже отсюда смотреть какие-то новые короткие позиции в случае пробоя локальных минимумов. Что касается фундаментальных данных сегодня, вы можете видеть, ничего интересного у нас сегодня не выходит. Ежемесячный отчет Моденсбанка публикуется по Германии. Даны будут прогнозы по экономике. Посмотрим, может это как-то положительно повлиять на евро. Ну и выступает президент Европейского социального банка Кристин Лагард, а также представитель Федеральной резервной системы. Я думаю, и там, и там политика будет понятна. В ЕЦБ будут дальше говорить о том, что необходимо придерживаться. Сверхмягкой денежно-кредитной политики. Ну а представители ФРС, наверное, поведают нам что-то очередное о том, что они рассматривают вариант сокращения программы по губке облигаций, расскажут. Может нам что-то про процентные ставки, которые планируется повышать в 2023 году. Ну все это будет оказывать, конечно, поддержку американскому доллару. Теперь, что касается британского фунта. Видим, что в прошлую пятницу британский фунт обвалился хорошенько после данных по изменению объема розничной торговли. Майский показатель сократился сразу на 1,4% после роста в апреле на 9,2%. И мы видим, что давление на фунт сохранилось также после небольшой коррекции. Во второй половине дня были у нас образованы хорошие сигналы на открытие коротких позиций. И видим, что сейчас пробиваемся мы уже ниже очередного минимума 37.90. Тест отворения снизу вверх. Образует сигнал на открытие коротких позиций. И пойдем мы дальше на 37.55 и 37.17. Поэтому не торопитесь открывать длинные позиции против тренда. Лишь формирование ложного пробоя на 37.90. Либо формирование ложного пробоя на 37.55, сигналы на покупку, либо покупки на отскок 37.17, восходящей коррекцией 25-30 пунктов внутренняя. Что касается продаж, то, конечно, довольно опасно продавать на текущих локальных минимумах. Но тренд у нас есть. И видим, что индикатор МАГДИ находится в области перепроданности. Поэтому с продажами после пробоя 37.90 будьте достаточно осторожны. Лучше всего открывать короткие позиции в случае восходящей коррекции при формировании ложного пробоя на 38.33. Либо продавать тогда фунт сразу на отскок от более крупного сопротивления 38.88 в расчете на ту же нисходящую коррекцию 25-30 пунктов внутри дня. Всем удачи!